По мнению азербайджанского военного эксперта, деятельность России по возрождению армянской армии, поддержке сепаратизма в Карабахе и так далее, все это противоречит интересам национальной безопасности Азербайджана. Все, что находится на территории Армении, больше принадлежит России, чем армянам. Строительство России новой военной базы в километре от Тавуза, безусловно, не от добрых намерений. Как передает Аззи Ас, об этом Аххар Ас заявил военный эксперт, полковник запаса Узиир Джафаров, комментируя строительство России в Армении военной базы на территории бывшего аэродрома у села Айгипар, что находится напротив Тавуза. По словам полковника, Азербайджан должен непрерывно выражать России свой протест и озабоченность. Россия может делать и строить, что хочет на территории Армении до 2049 года. Мы не должны забывать, что Россия оказывала всяческую материальную и моральную поддержку Еревану во время Первой и Второй Карабахских войн. В следующий раз, если будет новая война, эта поддержка Москвы продолжится. Строительство военной базы в Берде показывает, что Россия хочет остаться на Южном Кавказе даже после 2049 года. В целом, у России далеко идущие планы на регион. Но это их грезы. Реальность же иная. Тот факт, что Россия в настоящее время идет в ногу с нефтегазовыми доходами, не означает, что ситуация будет продолжаться такими же темпами в течение длительного времени. Сейчас российские миротворцы раздают подарки армянским детям в селах Шуши или занимаются какой-то деятельностью в Хан Кен Ди. Но все это временно. Когда миротворцы прибыли в нашу страну, они скрыли свои цели и намерения. Однако деятельность России по возрождению армянской армии, поддержке сепаратизма в Карабахе и так далее все это противоречит интересам нашей национальной безопасности. Поэтому мы должны быть бдительными в некоторых вопросах. Прошло почти два года после войны. Азербайджан, проявляя гуманизм, ожидает от Армении и армянского народа понимания новой реальности и реалий войны. Ереван предпринимает шаги против установления мира, устраивает провокации и предъявляет претензии к нашей стране. На фоне всего перечисленного, хочу еще раз подчеркнуть, что строительство русскими военной базы на этой территории не свидетельствует о добрых намерениях. Азербайджан должен использовать любую возможность для протеста против России. Нам следует быть более принципиальными в таких вопросах.